Только два факта о болезнях сердца. Ежегодно пять с половиной тысяч жителей Самарской области переносит инфаркт миокарда. И всего восемь людей возвращаются к нормальной жизни после принесенного инсульта. К сожалению, осведомленность россиян в этом вопросе достаточно низкая только каждый пятый знает, что необходимо делать в ситуации, когда есть подозрения на эти болезни. Вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы поговорим о правилах золотого часа дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Инна Скрипник, врач-кардиолог, заведующая организационно-методическим отделением Самарского областного кардиодиспансера. Здравствуйте. Здравствуйте, Инесса. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Очень важная тема. Мы говорим про самый главный, наверное, орган человека. Хотя здесь можно поспорить, но тем не менее мы сегодня про сердце. Работаем в прямом эфире 202-11-22. Можно звонить к студию и задавать свои вопросы. Инна Владимировна, очень многие из нас путают инфаркт и инсульт. Понятия звучат примерно одинаково. И несмотря на то, что отличия-то кардинальные, не всем это понятно. А ведь очень важно, наверное, знать признаки того и другого заболевания, чтобы не путать их, например, с головной болью, переутомлением, чем-то еще, и не просмотреть вот очень важные моменты наступления заболеваний. Скажите, вообще правомерен ли вопрос, если я сейчас спрошу вас, а вот какое заболевание сложнее, а вот какое опаснее, а вот какое случается чаще, если мы говорим про инфаркт и инсульт? Да, я согласна. Достаточно два серьезных заболевания. Это, как правило, это осложнение, имеющееся артериальной гипертонии или выраженного атеросклероза сосудов. И в патогенезе, в принципе, у них единое – это то, что происходит поражение сосудов, стенки сосудов, где откладываются атеросклеротические бляшки, которые препятствуют кровотоку, кровоснабжению сердца и кровоснабжению головного мозга. И в зависимости от того, где происходит катастрофа, разрыв атеросклеротической бляшки, когда происходит сужение сосуда или полная закупорка сосуда, когда кровь не поступает в сердечную мышцу, это мы называем инфарктом миокарда. И когда кровь не поступает по сосудам в головной мозг, там в часть головного мозга, который кровоснабжается той или иной артерией, случается инсульт. И эти оба заболевания достаточно несут за собой высокую летальность как от инфаркта, так и от инсульта. И в то же время инвалидизацию. Поэтому для того, чтобы снизить риск возникновения инфарктов и инсультов и в то же время серьезных осложнений, которые могут приводить к летальным исходам, необходимо своевременно обращаться к врачу. А что у нас вообще, какая ситуация в Самарской области с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Вот как раз и привело меня в вашу студию то, что у нас в последний месяц наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. И на этом фоне мы отмечаем, что происходит снижение госпитализации экстренных именно сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть пациенты начинают... Ну, появляется боязнь, страх обращения к врачу за счет этой новой коронавирусной инфекции. И затягивают именно пациенты с вызовом бригады скорой помощи, обращения к врачу. И это приводит к тому, что вот при инфаркте миокарда как раз в первые часы очень высокая летальность от инфаркта миокарда. 30-50% могут погибать от того, что не своевременно обратились к врачу. Поэтому, как вы сказали, это золотой час, когда необходимо пациенту своевременно вызвать скорую помощь, и чтобы бригада скорой помощи отвезла в медицинскую организацию, где могут оказать этому пациенту специализированную помощь. Ну вот, насколько мне известно, летальность от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно вот с начала 2020 года, очень сильно выросла и не только в Самарской области, и не только в России, а, в общем-то, и во всем мире. И виной тому, да, пандемия, но прямо или косвенно. Действительно же пациенты боятся обращаться к врачу, особенно люди пожилые, их очень пугает риск инфицироваться. То есть вот что-то беспокоит, но в поликлинику не пойду, потому что страшно. А вот что вы на это скажете? Ну, в связи с этим у нас сейчас развиваются и телемедицинские консультации достаточно часто стали использовать, это телемедицинские консультации врач-врач, и сейчас уже у нас начинают консультировать пациентов, то есть на дому. Телемедицинская консультация – это врач-пациент. Правда, сейчас это еще пока не широко применяется, но тем не менее мы к этому идем. Вот. Есть роботизированные обзвоны, когда у нас пациенты выписываются после инфарктов, после операции на сердце, на сосудах, то наши доктора на аблаторно-поликлиническом звене обзванивают всех этих пациентов через определенные промежутки времени, спрашивают, какое состояние, какие-то проблемы. И также при выписке из кардиодиспансера также устанавливается уже непосредственная консультация в определенные дни, когда пациент уже может прийти. Ну, все-таки, вот что страшнее, риск инфицироваться или пропустить время визита к доктору? Ну, смертность и летальность от новой коронавирусной инфекции значительно ниже, чем смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Если рассматривать общую смертность, то именно где-то 50-40% это занимает болезнь системы кровообращения. Из них порядка 50% это ишемическая болезнь сердца. И где-то 10-12% это смертность от инфаркта миокарда. Вот. Поэтому это настолько серьезные заболевания, инсульт и инфаркт, что здесь откладывать нельзя. Здесь необходима именно помощь врача. То есть высокотехнологичная помощь чаще всего. Ну, или специализированная. То есть ты часть вареньем не попьешь? Конечно. И там таблетку не выпьешь, оно все равно не пройдет. Как правило, это люди, нуждающиеся не просто в консервативном лечении, а в оказании именно высокой технологичной помощи. Это проведение диагностического исследования коронарографии, определение изменений коронарного русла и постановка стента. Если же, так скажем, там многососудистые поражения, даже решается вопрос в экстренном порядке об аортокоронарном шунтировании. Но это уже полостная серьезная большая операция. Вы сейчас коротко сказали, что такое инфаркт миокарда. Если на пальцах прям вот, чтобы было понятно, может быть, еще раз. Ну, когда происходит катастрофа в сосуде, которая кровоснабжает сердце, а сердце у нас кровоснабжают две основных артерии, это левая и правая коронарные артерии с отходящими от них ветвями, и в зависимости от того, где происходит катастрофа, разрыв атероскаротической бляшки или закрытие просвета сосуда тромбом, то происходит именно в той части сердечной мышцы, которая кровоснабжается данным сосудом, некроз. То есть это омертвление ткани сердечной. И там в дальнейшем развивается вот некроз. То есть, другими словами, инфаркт – это некроз сердечной мышцы. В последующем, конечно, в следствии лечения здесь развивается уже рубец. И для того, чтобы зону некроза сократить или предотвратить развитие инфаркта миокарда, то как раз и нужно своевременно вызывать скорую помощь для того, чтобы оказать эту помощь пациенту. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Доктор, скажите, пожалуйста, если верхнее давление и нижнее практически одинаково, например, вот утром у меня было 111,90, это нормально или надо принимать какие-то меры? Спасибо. Спасибо. Так бывает. Здравствуйте. Ну нет, здесь надо просто перемерить трижды хотя бы артериальное давление и посмотреть среднее, потому что это очень низкое, это очень маленькое пульсовое давление, разница между верхним и нижним давлением. Это может вследствие, конечно, изменений сосудов брахиоцефального ствола, но это такая разница очень мала, поэтому лучше трехкратно измерить артериальное давление и посмотреть среднее. Если предположить, что все-таки оно так и будет через три раза, невозможно? Нет, невозможно. Невозможно. То есть, а что здесь, здесь может быть аппарат неисправен или что? Может быть аппарат неисправен, надо тут проверить, как давно пользуются этим аппаратом, когда он проходил, так скажем, поверку, тогда уже после этого можно действительно решать. Но, как правило, в норме это 30-40 миллиметров ртутного столба. Если же идет снижение хотя бы до 20-25, это уже нужно искать изменения, проводить ультразвуковое исследование сосудов брахиоцефального ствола и смотреть, может быть, там имеются стонозы. Ну, то есть поэтапно, я правильно понимаю, вы рекомендуете сначала попробовать? Определиться, тонометр исправим или нет, потом трехкратно измерить, а потом обратиться к врачу для выявления, если так подтверждается, то для выявления патологии. Мы действительно работаем в прямом эфире. 202.11.22 сегодня у нас в студии врач-кардиолог Инна Скрипник, врач Самарского областного кардиодиспансера. А мы сейчас продолжим разговор про инфаркт миокарда и небольшой сюжет на эту тему. Таких вот симптомов, которые говорят в газетах, в средствах массовой информации или предупреждают, связанные с инфарктом, никаких таких симптомов у меня не было. Просто элементарные недомогания и ощущения даже не слабости, а просто что-то мешает ходить, дышать, какие-то небольшие там колики, может быть, и все. То есть таких вот, какие-то сжимания грудной клетки, такого ничего не было. Скорую вызвал, скажем так, элементарно из-за того, что просто устал от этого недомогания. Несколько часов Владимир терпел недомогание, а скорая помощь прибыла достаточно быстро. И в течение 17 минут мужчина был доставлен в больницу, где диагностировали сердечный приступ. Инфаркт миокарда – одна из форм ишемической болезни сердца. Ежегодно миллионы людей во всем мире сталкиваются с теми или иными ее проявлениями. Приступ происходит вследствие закупорки коронарных артерий, когда тромб не дает крови поступать в сердце, и тогда счет идет на минуты. Без кислорода миокард может прожить не более 20-30 минут, после чего произойдет инфаркт. Каждый потерянный час – это 17% площади сердечной мышцы, которая умирает. Гибель клеток не всегда сопровождается сильным болевым синдромом. Если это острое состояние, которое требует немедленного реагирования, то времени нет. Нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. Сразу же это в течение 5-10 минут. Вот такой интервал. Это программа «Звоните доктору». Мы сегодня говорим о болезнях сердца. И вот мы говорим «золотой час», «золотой час». Сколько все-таки он этот «золотой час»? Ну, если возникает болевой приступ, и он достаточно серьезный, который сопровождается симптомами, это сильнейшие загрудинные боли, жгучего, давящего характера, ломящего характера, который иридирует в правую руку, в левую руку, иногда бывает и в правую руку, в межлопаточную область. Это вот уже прям беда. Да, когда иридирует в нижнюю челюсть, может быть, даже в зубы, сопровождается чувством удушья, одышки, или же, может быть, даже холодным потом, то здесь, конечно, уже терпеть не надо. Первая помощь – это обязательно прием нитроглицерина одной таблетки. Через 5 минут можно повторить, и если болевой синдром остается на такой же высоте, не нужно затягивать, а в течение 10-5 минут нужно вызывать бригаду скорой помощи. Инна Владимировна, а вот я увидела, что 17% ткани поражается в течение часа. То есть вроде бы и не так много. То есть почему тогда нужно прям вот быстро-быстро-быстро? Ну, это говорит о том, что если вы будете дальше затягивать, то это будет не только 17%, это будет увеличиваться. Поэтому если своевременно вы должны вызвать бригаду скорой помощи, она к вам приедет, потом должны доставить в специализированное учреждение, где проводятся действительно чрезкожные коронарные вмешательства, как раз это все займет время в течение часа. Поэтому откладывать здесь ни в коем случае нельзя. Особенно по нынешней ситуации. Хорошо. А вот что все-таки может послужить причиной острого приступа? Почему? Мы поняли, что может быть закупорка сосудов? А почему? Ну, это может спровоцировать, например, стрессовые ситуации, физическая нагрузка, повышение артериального давления. То есть вот эти вот все факторы, они могут спровоцировать. И тогда уже, когда есть приступы стенокардии, которые длятся, как говорят, не менее 10-15, ну, максимум 20 минут. Если же затяжной приступ, то здесь уже действительно говорит о том, что это серьезные изменения в сосудах, которые могут привести к необратимым изменениям. И не только к инвалидизации, но и, как я уже сговорила, что 30-50 процентов в первые сутки, в первые часы могут погибнуть без обращения к врачу именно от инфаркта миокарда. А вот когда человек поступает срочно по скорой помощи в больницу, ну, в принципе, любое ведь поступление требует какого-то оформления, какой-то потери времени, вот в случае, если все-таки острый приступ, там уже быстро действует бригада? Если острый приступ, то врач уже или фельдшер скорой помощи отзванивается в первичное сосудистое отделение или в региональный сосудистый центр и говорит о том, что везут такого-то пациента. То есть там уже недооформление. И уже в приемном отделении этого пациента ждут. Если это привозит пациента там, где оказывается высокотехнологичная помощь, то даже уже рентген-хирурги готовы к приему этого пациента. Поэтому здесь действительно идет счет на минуты. И оформление ведет сразу быстро одна медсестра, а пациенты уже при перегрузке с машины скорой помощи на каталку и сразу же везут в рентген-хирургическое отделение, а в рентген-операционное. Бывает ли у инфаркта предвестники? То есть может пройти какой-то период, в течение которого все-таки можно его заподозрить самим? Нет, ну как в предвестнике? То есть может быть что-то вот прям конкретно болит, 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 но так особо не беспокоит. Но это может быть, если у человека начинаются приступы стенокардии, то есть если он ранее замечал, что он приходит, идет с работы, поднимается спокойно на этаж, где находится его квартира, если он ранее проходил до третьего, пятого этажа спокойно, а здесь в последнее время стал замечать, что ему приходится при переходе на второй, на третий этаж остановиться и подождать минут 5-7 за счет того, что у него появляются приступы, которые ранее не были, давящие боли за грудиной, как я объясняла, или там сжимающие, ломящие, или одышка, или может быть чувство удушья, как эквивалент болевого приступа. Он останавливается, болевой приступ проходит, и он идет дальше. Если он замечает, что такое уже начало происходить, а ранее этого не было, то это действительно является главным звонком для обращения пациента к врачу. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Алло. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, да? Да, да, здравствуйте. Значит, я хотел задать вот врачу, врачу, значит, тоже, что касается вот сердечного приступа. У меня у жены проблема была там, но я не буду все толкан сговорить, после хотели делать операцию, но, в общем, не получилось с этим ковидом, и мы отправились домой. И где-то к вечеру, там, через день ей стало, в общем, жрать печенье вот в области груди, вы понимаете, я о чем говорю, да, напугались, думали, инфаркт, не инфаркт, ну, дома вы сами понимаете, о чем говорили. И хотели вызвать, так сказать, скорую помощь, но скорую помощь вовремя, как говорится, не могла, потому что замен, мы представляем, ковид, все занято, все это. Мы хотели вас спросить, вот в таких случаях, что делать нам, вот мне, так сказать, сиделки, будем говорить, я муж ее. То есть вас так и не госпитализировали, да? Да, ну, понимаете, вот, если с этим ковидом, вот я хотел спросить, может, где-то у нас есть поликлиники, где мы можем сами куда-то приехать, положить на обследование, ну, такая ситуация непростая. Будем телефон посетить. Я не виню, не медицину, ничто, то есть я понимаю ситуацию. Ну, что нам делать, проснуть пенсионерам? Кстати, завтра у нас будет 50 лет нашего юбилея. Как вас зовут? Меня зовут Юрий Васильевич. Юрий Васильевич, а скажите мне, пожалуйста, ваш номер телефона на всякий случай. Номер телефона? Да. Пожалуйста, с удовольствием назову его. 8-927-604-46-53. А район, в котором вы живете? Район Приволжский у нас. Приволжский. Спасибо большое. Сейчас передаю слово Ене Владимировне. Извините, что отвлекла, да. Юрий Васильевич, да? Юрий Васильевич. Ну, мы давайте с вами созвонимся, Юрий Васильевич, тогда и определимся, какие у вас проблемы существуют и куда вам лучше обратиться будет за помощью. Прощаться, пожалуйста. Я сейчас забыла. Как вам обращаться? Инна Владимировна. Все, понятно. Да. Спасибо. Спасибо, Даша, для тебя звонка тогда. Ну, а вообще, вот Юрий Васильевич говорит, что делать в этой ситуации? То есть, что-то, вот первый момент, те, кто близкие, кто рядом, они что должны предпринять? Открыть окно, во-первых, чтобы свежий поступил воздух в квартиру или в комнату, да. Затем нужно, если тугой воротничок, нужно обязательно расстегнуть, посадить человека или положить на кровать. Затем обязательно дать таблетку нитроглицерина и аспирин разжевать и вызвать скорую помощь. Но если я еще раз говорю, если болевой приступ не проходит, нужно еще раз звонить и вызывать скорую помощь и говорить именно, что острый болевой синдром в грудной клетке. То есть, нужно озвучить именно по поводу чего вы вызываете бригаду скорой помощи. То есть, в данном случае уже пандемия не пандемия, а скорая поедет быстро. Острый болевой синдром в грудной клетке, да. Хорошо. Хорошо. Мы сейчас говорили о предвестниках так называемых инфаркта. Давайте посмотрим еще один сюжет, где главный кардиолог нам расскажет непосредственно признаки, которые должны побудить мгновенно вызвать скорую. При ишемической болезни сердца, при инфаркте миокарда, это загрудинная боль, которую может отдавать в плечо, может отдавать в руку, может отдавать в пальцы даже, может отдавать под лопатку. Причем не обязательно, я показываю на левую сторону, это может быть и вправо тоже отдавать. То есть, в первую, это, конечно же, болевой. Второй момент, когда к кардиологу следует обратиться, есть симптомы, связанные с чувством нехватки воздуха, с одышкой, с возникновением одышки у человека. И если это возникает внезапно, если у вас никогда до этого не было обращения и дружбы с пульмонологом, то тогда, конечно же, стоит заподозрить вероятность вот именно сердечных причин. Появляется ощущение остановок сердца, перебоев в работе сердца. Когда сердце бьется с большой частотой, иногда возникает ощущение того, что оно хочет выскочить из груди. Необходимо быстро, как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Нельзя смотреть на возраст. Как мы раньше привыкли, что инфаркт – это заболевание людей, которым за 70 лет, к сожалению, нет. При малейших каких-то вот таких вот недомоганиях, там, элементарно отдышки, потому что у меня, я бы не сказал, что у меня там очень сильно какую-то резкую нагрузку подпринимало, когда почувствовал эту боль. Но даже при элементарном каком-то недомогании в области грудной клетки не надо думать, что это что-то другое или еще что-то. Жизнь одна, и поэтому, я так думаю, что стоит все-таки обратиться к врачу. Довольно подробно-таки Дмитрий Викторович рассказал о признаках. Может быть, что-то еще добавить к этому можно? Ну вот я хотела бы еще просто вот отметить. К признакам, в принципе, все мы их описали, да. Ну, может быть, действительно, приступ сердцебиения и с болевым синдромом – это тоже нельзя затягивать с обращением к врачу. И как вот пациент Владимир из этого сюжета, он говорил, что действительно сейчас очень помолодел инфаркт миогарда и стали заболевать и 30-летние, и 40-летние. Ну, конечно, мужчины, как правило, в два раза чаще болеют, чем женщины. И еще хочу сказать, что если действительно появляется внезапно приступ учащенного сердцебиения, как вот Дмитрий Викторович акцентировал, что сердце готово выпрыгнуть из грудной клетки, если это сопровождается чувством удушья, отдышки, то тоже ни в коем случае не надо самолечением заниматься, а нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Но мы же не говорим это о ситуациях, когда человек очень сильно, например, распугался, то, конечно, у него участится сердцебиение. Нет. Ну, это как вот мы говорим, что когда действительно на адреналине человек переволновался, у него появилось учащенное сердцебиение. Но здесь можно с этим справиться, а когда начинается приступ аритмии, там уже он может быть как ритмичный, так и неритмичный. И он, конечно же, отличается от той синусовой техкардии, которая возникает на фоне волнения. Поэтому как раз-таки нарушение ритма, как вот фибрилляция предсердия или мерцательной аритмии, раньше говорили, это является причиной возникновения инсультов. Потому что вот смена как раз-таки ритма приводит к тому, что имеющиеся, например, тромбы в организме могут привести к тому, что закупорить просвет сосуда, который кровоснабжает головной мозг. И в этом случае случается инсульт. Также, как я и говорила ранее, это может привести к повышению артериального давления. Поэтому если высокие цифры аритмии, высокие цифры артериального давления, аритмия, интенсивная головная боль, то если вы один, и вы можете вызвать бригаду скорой помощи, вызывайте. Ни в коем случае не за руль, да? Да, ни в коем случае не садиться за руль. Если вы дома, откройте дверь, сообщите соседям, что стало плохо, или близким родственникам. И ближайший человек, который придет в квартиру или в комнату, или вас засанет, так скажем, за рулем машины сидячим, тогда всем людям нужно просто понимать, что есть первые симптомы, по которым можно определить, действительно случился инсульт у человека или нет. Это, как проверить, нужно попросить человека улыбнуться или показать зубы, и если будет видно, что асимметричность лица, или показать язык, девиация языка будет в одну сторону, то есть не по средней линии. Также попросить поднять руки. Если же рука, например, сразу же падает, или вот человек поднять не может, это тоже уже один из признаков инсульта. И нарушение речи, естественно, происходит. Поэтому этого человека трогать не надо, сразу же вызывать скорую помощь. И, пожалуйста, в первый, как раз в первый час, в золотой час он везде. И при инсульте, и при инфаркте миокарда. Но при инсульте, как бывают и шимические инсульты, так и за счет кровоизлияния, когда происходит разрыв сосуда, и кровь попадает в головной мозг. Поэтому здесь нужно еще осторожно с гипотензинными препаратами быть. Поэтому лучше дождаться врача, и уже врач окажет необходимую помощь для пациента, чтобы снизить именно серьезные осложнения и инвалидизацию. Вот очень часто доктора говорят, что в ситуации острого приступа, инфаркта, либо инсульта, очень много зависит от самого человека, и что он сам может много важного для себя сделать. Это, я так понимаю, то, о чем вы сейчас говорите. Да, да. А при инфаркте миокарда, при остром коронарном синдроме, при инфаркте миокарда, это когда болевой выраженный синдром в грудной клетке, еще раз повторюсь, нужно принимать таблеточку нитроглицерина и обязательно разжевать аспирин. И больше никаких движений. Или сесть, или лечь, и вызвать бригаду скорой помощи. Мы акцентируем на этом внимание уже неоднократно в течение нашей передачи, потому что, как мы вначале говорили, мы обратили внимание, что идет увеличение летальности от болезни системы кровообращения. Давайте будем говорить, как есть, потому что смысл сглаживать углы здесь. Конечно. Потому что, если в 2019 году у нас смертность от болезни системы кровообращения значительно снизилась, то, так скажем, в эпоху пандемии 2020 года смертность от болезни системы кровообращения резко возросла. И не только из-за того, что низкая обращаемость пациентов стала, но и за счет того, что коронавирусная инфекция, как мы уже сейчас знаем, приводит к тому, что к повышенному тромбообразованию и, соответственно, к возникновению таких серьезных сердечно-сосудистых осложнений, как тромбоэмболия легочной артерии, инфаркты, инсульты, миокардиты. Поэтому здесь как раз таки и то, что пациенты меньше обращаются к врачам, и то, что сама коронавирусная инфекция приводит к росту сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений. Поэтому мы и говорим о том, что смертность от болезни системы кровообращения выросла. И, соответственно, чтобы, как говорят, есть болезнь, врач и больной. И мы можем только тогда победить болезнь, когда врач и больной вместе. Поэтому, в общем-то, и наше выступление сегодня для того, чтобы пациенты услышали, какая необходимость существует в том, чтобы своевременно обращаться к врачам, чтобы снизить летальность, смертность от болезни системы кровообращения, и чтобы сам пациент в дальнейшем именно качественно жил. Инна Владимировна, вот я очень надеюсь, что мы сегодня с вами подробно рассказали, люди все насторожились. Во всяком случае, мы с вами очень старались это сделать. И не забывайте, пожалуйста, о том, что ваше здоровье очень часто в ваших руках. Прошу прощения за банальность. Спасибо за эфир. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова